Всем привет, с вами Найт, и сегодня я хочу поговорить про Star Wars Battlefront 2 образца 2017 года. В первую часть перезапуска, которая вышла двумя годами ранее в 2015 году, мне поиграть так и не довелось, к сожалению. Так что каких-либо сравнений игры 2015 года и 2017 в ролике не будет. Тут я вам расскажу лишь о своих впечатлениях касательно второй части перезапуска, и попробую выяснить, как оно играется сегодня. Оригинальная игра, вышедшая в 2004 году, была моей первой игрой по вселенной Звездных Войн, и в ранние школьные годы мы с братом очень часто в ней зависали целыми днями напролет, играя по очереди. Копия игры была, конечно же, пиратской, и ни о каком онлайне речи не шло, разумеется. Только сражение с ботами. По сети нормально поиграть мне удалось уже в сиквел, когда мы с ребятами в школьном кабинете информатики втихаря установили ее на все компы. Из продолжения 2005 года мне в особенности запомнилось то, что там можно было играть за джедаев, и при этом там еще были космические сражения, которых в первой игре, к слову, не было, но к ним я еще вернусь. А теперь давайте же, наконец, поговорим об игре, заявленной в названии ролика. Battlefront 2 я забрал пару лет назад в EGS, во время бесплатной раздачи. Поиграл пару часиков и удалил. Мой тогдашний ноутбук еле-еле тянул ее, нагреваясь до просто каких-то космических температур. Жаркое лето 22-го года, помнишь? Это я нагрел. Так вот, где-то месяц назад я резко понял, что хочу снова в это поиграть, но уже на обновленном компе. Заодно было интересно, что там вообще по онлайну, живой ли он или же давно почил и пахнет. Спойлер, онлайн жив-здоров, но уже заметно похрамывает. Обычно матчи находятся плюс-минус быстро, но иногда приходится ждать по 10 минут, пока в лобби наберется нужное количество игроков. В какой-то момент я просто устал ждать, когда найдется сессия, и решил сходить в оффлайновый режим Аркада, в котором можно выбрать любую из представленных в игре планет, настроить сложность, отрегулировать скорость перезарядки способностей, о которых я расскажу немного позже, вид мини-карты, здоровье соперников и свое, и так далее. Режим Аркада тут еще играет роль своего рода тренировочного полигона. В ней можно изучить, как играются различные классы и особые герои, от Дарта Вейдера и Мастера Йоды до робота BB-8 и Чубаки. Я играл на средней сложности, и даже на ней боты могут дать неслабо так прикурить. Ну а теперь настало время и про онлайн-бои поговорить. Глобальные сетевые сражения в Battlefront 2 можно поделить на две части, PvP и PvE, которые в свою очередь тоже делятся на подкатегории, но давайте обо всем по порядку. PvP-сражения в игре представлены аж в семи вариациях. Первые два режима это Галактическая битва и Превосходство, масштабные сражения на больших открытых локациях. Галактическая битва, наверное, самый классический режим Battlefront, где бой идет одновременно и на земле, и в воздухе, между двумя командами по 20 игроков. Суть режима в том, что одна команда держит оборону нескольких точек, а вторая должна эти точки захватить или уничтожить. Режим супер динамичный, и игра постоянно вынуждает тебя носиться по карте как у Жаленого, потому что засесть где-нибудь со снайперкой у тебя не выйдет, как бы ты ни старался. От местного экшена попросту не спрячешься. Да и надо ли. Каждый раз, играя в этот режим, я прямо-таки кайфую. Повсюду какие-то взрывы, выстрелы, искры летят, мелькают лазерные лучи. Ты просто-напросто не знаешь, откуда в этот раз тебе прилетит. Убьет ли снаряд звездолета откуда-то сверху, или пристрелит игрок из противоположной команды. Что же касается графики, то игра выглядит просто невероятно. А ведь вышла она на минуточку уже 7 лет назад. Все это великолепие дополняет шикарный саунд-дизайн. Плотные звуки взрывов, сочные выстрелы из бластеров. Просто послушайте, как все это звучит. Режим превосходства похож на предыдущий, но в нем нет воздушных боев и состоит он из двух этапов. Сначала одной из команд нужно захватить большую часть точек на карте. После чего бой переходит на борт космического крейсера. И там предстоит его либо уничтожить, либо защитить. В зависимости от того, в какой вы команде. В моем случае, как на этом футаже, защитить крейсер нам не удалось. Превосходство и Галактическая битва довольно крутые игровые режимы. Но, к сожалению, иногда катка просто не находится. Ввиду того, что в лобби тупо не набирается нужное количество человек. И вот когда такое происходит, ну или я сам просто устаю от масштабных боев, я иду в третий в моем списке режим. Схватка. По сути своей, это обычный дезмач. Разумеется, с поправкой на то, что это Звездные Войны. По ходу сражений вам начисляются очки, на которые потом можно открывать легендарных персонажей. Вообще, этих легендарных героев можно разделить на две категории. Первая, это конкретные персонажи, которых мы видели в кино, чьи имена и истории знаем. А вторая, по сути, те же обычные Войны, но с большей полоской ХП и какими-то своими особыми способностями. Но из них всех я чаще всего брал реактивного солдата. За него проще всего сваливать из передряг, в которых у тебя нет шансов выиграть. Плюс он не очень дорогой. За джедаев, конечно, тоже прикольно поиграть, но пару раз покатав за них, я понял, что это не мой стиль игры и вернулся обратно к реактивному. Вообще, для тех, кто хочет играть только за джедаев и других известных героев вселенной, есть четвертый в моем списке режим. Герои и злодеи. Там исключительно легендарные персонажи, но мне, честно говоря, не очень понравилось там играть. Это, по сути, отдельная игра, в которой сидят сплошные киберкотлеты. Я туда зашел пару раз, меня унизили, и я в слезах выключил ПК. Пятый ПВП режим — это космические сражения, и там вообще все печально. Управлять летающим транспортом в игре так же удобно, как угашенной кислотой лошадью ночью в лесу. В классических батлфронтах почему-то управление звездолетами было куда приятнее. Режим под названием «Превосходство» слэш-эвакуация — это мини-версия режима «Галактическая битва». Вам нужно либо уничтожить или захватить объекты, либо защитить, но на карте поменьше. По сути, это все. Ну и последний, седьмой ПВП режим — это охота эваков. По-моему, самый криповый и веселый в этой игре. Суть такая. Есть две команды. Имперские штурмовики и, собственно, сами эваки. Цель команды штурмовиков очень проста и понятна — дождаться эвакуации и не умереть. Цель команды эваков — убить как можно больше имперских солдат, ведь каждый выбитый имперец превращается в эвака. А самая соль в том, что в отличие от эваков, которые отлично видят в темноте, штурмовики вынуждены использовать фонарики и собственные уши. Жуть еще нагоняет момент, когда ты один посреди леса в полной темноте и видишь надпись на экране, что один из твоих тиммейтов пропал в лесу. Завалить эвака труда не составляет. Проблема лишь в том, что по нему нужно еще попасть. А в потемках это сделать весьма проблематично. Плюс они довольно шустрые. Еще и слепит очень ярким светом перед атакой, что тоже очень мешает понять, в какую сторону вообще стрелять. Очень фановый режим, отличный вариант, чтобы собраться с друзьями и отлично провести время. ПВЕ активностей тут всего две. Это уже ранее мною помянутая аркада и кооператив. Перед игрой я думал, что кооп-миссии тут будут по типу как в Battlefield V, где играть могут только ты и твои друзья. Без всяких рандомов. Но по факту оказалось, что в Battlefront'е все ровно наоборот. Нет, ты все еще можешь собрать фулл-пати из своих друганов и играть в этом режиме только с ними. Но если у тебя лишь один друг, у которого есть эта игра, то к вашей команде подключатся еще два случайных игрока. И нет, я не хочу сказать, что это как-то плохо, просто это немного не то, чего я ожидал. Но немного поиграв, я словил себя на мысли, что этот режим теперь один из любимых. Суть кооп-миссии довольно проста. Отражаете волны врагов и удерживаете точки. Врагов тут очень много и бьют они довольно больно. А если на вас пойдет еще какой-нибудь из вражеских джедаев, то в одиночку против них довольно сложно и шансов выжить мало. Разве только если вы сами не играете одним из легендарных героев. И снова возвращаясь к героям, хочу поделиться своим опытом игры за одного из них. В кооперативных миссиях, когда у меня накоплено нужное количество очков, я обычно беру Лэнда Калрисиана. Этот персонаж тут просто какая-то имбуля, реально. Он хоть и дороже, чем реактивный, но на Лэнда точно стоит накопить. Из способностей у него есть дымовая граната, чтобы эффектно исчезать из-под носа врага. Также есть маячок, который раскрывает положение противников. Но еще, что очень важно, этот девайс можно активировать повторно, и он ударит по площади разрядом электричества. И, пожалуй, самая крутая его способность – захватывать сразу несколько целей и одним нажатием устранять их. А если прокачать карточку, ускоряющую откат этой способности, то вашим врагам стоит лишь посочувствовать. Чем-то напоминает похожую механику из RDR 2. И, кстати, я заметил это только недавно, но одежда у героев постепенно загрязняется по мере сражения. Совершенно незначительная мелочь, которую можно было не добавлять, но смотрится классно. Я немного выше сказал, что он прям имба, но, разумеется, это не совсем так. Если врагов вокруг прям много, то вынести Лэнда могут в два счета. Но, тем не менее, это мой любимый перс в этой игре. Ну, помимо реактивного, конечно. Ну, а теперь настала пора поговорить про классы, оружие и прокачку. Основных классов тут четыре. Стрелок, офицер, специалист и тяжелый боец, за которого я играл практически все время. Да и сейчас продолжаю играть. За три других класса я немного побегал, потупил и понял, что тяж – то, что мне больше всего подходит. Основное оружие у него – это пулемет? Или как это правильно назвать? Лазеромет? Во вселенной «Звездных войн» вроде только лазерные пушки, нет? Если среди вас есть знатоки, жду ваших комментариев. Так вот, помимо основного оружия, как, собственно, и у других классов, есть еще граната на Q, на клавишу E – пулемет, и на F – активация небольшого щита, который иногда очень вручает, если на вас вдруг обращена куча вражеских стволов. Правда, сбивают его довольно быстро, но сэкономить несколько драгоценных секунд щит все же помогает. Что же касается пулемета, ну или лазеромета, то это весьма мощное оружие, но раздувается он довольно долго, так что прямо перед врагом его лучше не доставать. Пока его стволы наберут нужное количество оборотов перед стрельбой, тебя уже успеют несколько раз жестко набутылить. Так что лучше начинать его раздувать где-нибудь в укрытии, и уже потом вылетать перед противником. И да, эти способности можно и даже нужно прокачивать. На каждый класс бойцов есть по два набора специальных карточек – карты-усилители и карты способностей. Прокачка первых улучшает вашу мобильность в бою, ускоряя регент здоровья, например, или охлаждение оружия. Да, тут нет перезарядки как таковой, пушки здесь просто необходимо периодически охлаждать, но об этом немного позже. Вторые же улучшают статы ваших способностей. Например, повышенная прочность щита или увеличенный радиус поражения гранаты. Прокачивать эти карты нужно обязательно, иначе в сражениях вам придется ой как нелегко, особенно в ПВП. Итак, что же там с охлаждением оружия? Тут это сделано довольно интересно. Все пушки в игре, вне зависимости от того, каким классом и в сеттинге какой эпохи вы играете, со временем перегреваются. Если во время стрельбы полоска перегрева дойдет до предела, ваш герой автоматически сам начнет процесс охлаждения, и в этот же момент начинается такая мини-игра, где нужно вовремя нажать на кнопку мыши, чтобы быстрее охладить ваш ствол. Как лично я понял, если нажать вовремя на синюю зону, то охлаждение произойдет немного быстрее. Но если успеть прожать на оранжевой зоне, которая немного меньше, то после охлаждения оружия ненадолго повысится урон, и по истечению этой полоски ваш дамаг снова станет прежним. А если нажать где-нибудь между синей и оранжевой зоной, герой схватится за пушку и обожжется. Это касается даже дроидов, что немного странно. Что же касается самой стрельбы непосредственно, то она тут довольно простая, но при этом классно реализована. Импакт вполне ощущается, звучат пушки отлично, да и выглядят тоже очень неплохо, и ТТК вполне адекватный. Правда, вот как открывать новые стволы не совсем понятно. Вот вроде бы я выполнил все условия для того, чтобы получить нужное мне оружие, но я все равно так и не понял, как именно мне его получить. Как-то они с этим моментом немного перемудрили. Плюс поначалу вообще непонятно, где конкретно искать в меню пункт прокачки оружия. Придется прямо-таки покопаться в этих вкладках. Я покопался, нашел, выполнил условия, завалив 400 врагов, но мне все равно не дали обещанного. Возможно, я просто чего-то недопонял или не заметил, вполне это допускаю, но блин, как же в этом плане тут все неудобно реализовано. Итак, как же играется Battlefront 2 в этом году? Если не брать во внимание не самый стабильный, но все же живой онлайн, то вполне себе отлично. На релизе у игры, как мы все помним, была раковая опухоль в виде лутбоксов для Pay2Win'а, и для многих это подпортило впечатление об игре. К счастью, все это добро оттуда вырезали, и теперь Battlefront 2 просто очень хорошая игра, в которой можно с кайфом проводить время с друзьями, или даже в одиночку. Но лучше, конечно, с друзьями. Ставьте лайки, если вам понравилось, пишите комментарии, это очень помогает в продвижении канала, и до скорого, пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok